давайте теперь поедем загружая карту значит новый маршрут и сейчас мы опробуем как раз заодно нашу башку во-первых развернёмся и нужные немножко под шамане как сказать это хорошо заносит оказывается или это только конкретно в тех моментах когда она может выступиться колесами по крайней мере посмотрим вот ничего гарантировать конечно же не буду все это дело пойдет но зато машинка определенным по шустрее на городских трассах посмотрим что нам открыто в принципе различные тюнинги может открылось я по крайней мере на это надеюсь итак войти так выставочный зал еще не новенькое можно купить интересно все таки 279 тысяч у меня нету обидно тимс боя сколько стоит шелби чай куда а теперь где у нас мастерская о вот она ладно сделаем так чтобы не ждали пока я доеду тюнинг мастерская собственно говоря что здесь интересненького появился у нас оборудовать вашу машину железо здесь можно как я понял включить демонстрационный режим круто камеры вправо так прочный тормоз а а в чем везде прикольно выглядит это скажу вам ребят в принципе то показывается и двигатель довольно неплохо ладно хорош играться выхлопная система все такое купите улучшенную выхлопную систему машины скорость можно их отдельно покупать я смотрю то есть не обязательно их выигрывать уровень машины повыше станет ага пока у нее уровень машины 35 уменьшение веса все такое 42 масса минус 15 что если я например поставлю в общем есть некоторый смысл в принципе насколько я понимаю ее прокачать ага ну тут показываются мои скажем так лучшие детали или давайте прокачаем эту машинку ага коробка передачи вот нам кстати пока не доступно паника железа мы в принципе закончили машинку у нас так стало эдак помощнее что касаемо света во первых мы возьмем посмотрим что мы возьмем переливающийся анализированный прям светится бедняга если белый цвет да 10 тысяч что то как тут дороговато да ладно салон 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 синий салон еще так выглядит да синий цвет в принципе такого плана успокаивает так что пусть у нас бэха будет такого цвета так что касаемо бампера передний бампер выбора типа нету да задний бампер выбора видимо тоже нету переднее крыло ничего купить в этой категории задние нечего купить хорошо пороги тоже диски ну хоть диски все тратится на диски ничего не дает собственно тоже ничего купить тоже ничего купить и тоже ничего купить короче машинку никак не переоборудовать в этом плане так внешний вид давайте еще поменяем почему не тут реально флага россии я конечно не патриот но блин что чего не у у у у у у у у у Продолжение следует... Продолжение следует... Видимо, все-таки мне придется пройти вот эту веселенькую гоночку. Играть... Видимо, в одиночку. Потому что мне нужен, к сожалению, уровень. Снова эта миссия. Снова у меня наступают проблемы. Ну, я надеюсь, решить их в ближайшее время. Поехали. Кстати, я заметил, что у машины, оказывается, поднимается спойлер сзади. И, соответственно, в зависимости от скорости, которую приобретает машина. Чем выше скорость, тем выше он поднимается. По идее, как-то так. Прикольно. Мне нравится. Видимо, это фишка самого автомобиля. Так, мне нужно обогнать вот этого первого чела. После чего не вписаться вот в этот следующий поворот. Потому что он довольно нехороший. Ну и после того не вписаться в следующий. Ну, видите, в один я уже вписался. Во второй я сейчас вписаюсь. Видимо, все-таки вписался. Ладненько. Догоняем первого чувачка. После чего пытаемся убрать его слегка с дороги и проехать дальше. Относительно сам убрался. Ладно. Выжимаем немножко вперед. Дальше будет довольно острый поворот. Надо пройти поаккуратней. Но, блин, не настолько аккуратно. Хотя, что-то я туплю, зачем я нажимаю на тормоз, если можем просто отпустить газ и попробовать проехать на скорости. Типа вот этого. Это, конечно, тоже сбрасывает скорость, но не так сильно. Не. Не. Надеюсь, это как-то его притормозило. Полицейский разворот все еще работает, ребята. Причем хорошо, скажу, работает. Прямо-таки в каком-то смысле идеально. Ладно, надеюсь, я вывел таки самого сильного игрока, потому что, насколько я помню, там не все машины очень сильные, да, то есть есть вероятность, что всего одна машина будет всегда первой. Остальные будут тащиться примерно на относительном расстоянии от меня. Вот. Что-то на центре мне мешает. Я не понял. Вот сейчас вот меня тоже опять подкинулось. Но малость, когда я ехал ровно по центру дороги. Что-то там не так с дорогой. Что именно, я понять, к сожалению, не могу. Мне нужно не допустить, чтобы 554-й, один из них, добрался до меня, соответственно. О-о-о-о-о-о-о, как же я здесь слуханулся-то, а? Съехал, так сказать, с дороги и получилось, что... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, малыш. Малыш-малыш, останься там. Не нервируй меня. Почему-то, кстати, поворот. Я так заметил, у меня почему-то не всегда работает. Ну ладно. Ладно-ладно-ладно, мне нужно выиграть время. Ну или как минимум просто никто не вбит. Ни в кого не впилиться, хотел сказать. Я в итоге чуть-таки не впилил. И в итоге впилил все-таки. Ладно. Пробуем обойти по этой стороне. Осталось совсем чуть-чуть времени. Прям вот совсем чуть-чуть. Я думаю, сейчас меня никуда не выкинет. Пожалуйста. Вас очень прошу. Осталось вот прям вот миллиграмм времени до финиша. Ну, ну, и... Да! Отлично. Вот. Не рвите яму другому. Вы сами можете в нее попасть. Мы добили девятый уровень. Доступное задание. Четыре штуки. Получено еще одну очку наука. Золото, кстати. Что удивительно. Блок двигателя. Который нам уже нафиг не нужен. То, что он дает нам минус четыре, по-моему. Отправить ее в штаб. Отправить в штаб.